Девушки отдыхают 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 песня. Скажите, тяжело было выбирать перемогу? Сколько взагалі было коллективов? Коллективов не могу сказать точно сколько, очень много было. Было 40. Нет, нет, больше. Да, больше. Нам было не сложно, потому что мы не первый раз выступаем на этом огляде. И первое место прошлый раз мы тоже заняли и в этот раз. Но мы с удовольствием готовимся и всегда всю душу вкладываем в подготовку к этому мероприятию, потому что сама тема материнской песни, материнства вот этого, она не оставляет быть равнодушными никого. И в этом номере я сейчас хотела использовать все возраста. То есть я вывела взрослый состав, юношеский и детский. И мы все вместе исполнили одно произведение, которое получилось удачным, так скажем. А я вот вижу, вы принесли нагороды. Чи можете прокомментировать, вот, можливо, какая из этой материнской песни? Да, здесь три кубка материнской песни. У нас вот это первое было, вот это, по-моему, второе, и вот это последняя материнская песня. А также мы еще в сентябре, в сентябре или в октябре, побывали в Харьковской области на региональном конкурсе аматорского исполнительства, который назывался «Золотая осень», и там мы привезли оттуда награду, диплом за лучшее исполнение украинского хита. Тоже очень интересная поездка, много мы пообщались с различными коллективами. Очень было интересно, очень познавательно, очень красиво, очень классная была организация всего этого конкурса. Мы почувствовали себя такими звездами. Было очень здорово, очень... Вообще, общение обогащает. Вот поэтому мы поехали в другой регион, мы там встретились с другими людьми. Было очень-очень интересно и очень... В общем, мы очень были довольны, настолько это было все позитивно, и это приносит, как бы сказать, мы еще и учимся, потому что мы смотрим на свои... Для своего досвыду. Конечно, конечно. Доброе, а вот скажите, вот у нас зараз телеглядачей присели біля экрану и думают, как бы нам стати зірком? Дайте декілька порад. Ну, чтобы стать звездой, ну, во-первых, надо хотеть быть звездой, надо к этому стремиться. А как стремиться? А невзирая на то, что как ты выглядишь, невзирая на то, что как ты... Может, у тебя какие-то недостатки. Дело в том, что если ты очень желаешь, если ты очень этого хочешь, то у тебя всегда все получится. То есть звезда, она должна быть внутри. Если у тебя есть внутри вот этот вот огонек, то ты его обязательно передашь другим. Если у тебя там все пусто и ничего нет, то ничего и не будет. Поэтому горите изнутри, и все будет хорошо. Я хочу еще добавить, что нужно обязательно трудиться и обязательно себя любить. Любить себя. Будь уверенной в себе. Будет все хорошо. И любить то, чем ты занимаешься. Ну, все. Дякуємо. Нагадаємо, что сегодня у нас были Наталья Лисогор, керівник народного вокального коллективу «Хорошее настроение», и Лариса Горбачева, методист клубного жанра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова